Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Вне системы заедкий запах в рязанской атмосфере наказывают, но пока что мелкие компании. Свидетель истории. Рязанский дуб возле дома Пожалостина в списке номинантов на Дерево года. Поддержать конкурсанта может каждый. Спортивный дух. В июне в Рязань приедут силачи-рекордсмены, чтобы устроить грандиозное шоу. Уже вторую ночь подряд в соцсетях появляются сообщения о неприятном запахе, который буквально накрывает микрорайон Дашкова песочня. Для таких случаев как раз существуют передвижные посты. И самое любопытное, что иногда виновных действительно находят. Качество атмосферного воздуха на постоянном контроле. На это упирает сегодня межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев. Мониторят как со стационарных постов, так и с передвижных. Стационарный, например, есть у служб Росгидромета Роспотребнадзора. А у регионального Минприроды есть и те-те. А еще Рязань периодически навещают сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений. Загрязнение воздуха в городе Рязани не носит ежедневного систематического характера. То есть на стационарных постах в регулярном режиме они не фиксируются. Да, бывают разовые выбросы. Они вызваны, скорее всего, технологическими процессами на предприятиях. Выбросы сероводорода из средка формальдегида и фенола фиксировали в Турлатово, Дашково-Песочне, Строителях и Недостойво. Сейчас природоохранная прокуратура вместе с контролирующими органами очерчивает круг предприятий, которые эти выбросы могли производить. В текущем году по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, например, в Московском районе, проведена проверка Минприроды компании «Софьян». В результате выявлено нарушение закона, в связи с чем хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности. «Софьян» находится на территории одной промышленной площадки вместе с заводом «Русская кожа», в отношении которого на этой неделе завершена проверка Росприроднадзора. Также выявлено нарушение, в том числе, законодательства об охране атмосферного воздуха. Вячеслав Шерстнев добавил, что предприятия могут обжаловать все в административном порядке. А тем временем контролирующие органы продолжают проверки. Например, Росприроднадзор уже закончил одну из них в компании «Экостройцентр», что рядом с селом Редькино. В прокуратуре до настоящего времени проводится проверка крупного завода. Это завод ОТехно, входящий в компанию «Николь». Результаты будут позднее по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха и полного изучения всех документов компании. Наказание – административный штраф. Если вред значительный, превышение ПДК зафиксировано на источнике и в жилой зоне, то это уже 251-я статья Уголовного кодекса «Загрязнение атмосферы», говорит прокурор. Впрочем, пока по этой статье никого привлечь не удалось. Вот уже на протяжении семи лет в России выбирают главное дерево страны. В конкурсе принимают участие удивительные деревья, растущие в разных регионах и признанные природным, культурным, историческим и духовным наследием нашей Родины. Список номинантов утверждает сертифицированная комиссия Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». В этом году поступило 69 заявок. Рязанская область представляет черешчатый дуб Пожалостина. Деревянный домик с резными ставнями в начале лета, утопающий в сирене – одна из визитных карточек Солодчи. И узнать его можно издалека – по огромному 20-метровому дубу-великану. Дерево-конкурсант растет на территории дома-музея Ивана Пожалостина в поселке Солодча. Иван Петрович Пожалостин – известный мастер-гравер, выдающийся художник репродукционной резцовой гравюры второй половины XIX века. Его работы хранятся во многих картинных галереях России и за рубежом. Дуб этот был посажен Иваном Петровичем Пожалостиным в то время, когда он уже из Санкт-Петербурга вернулся в Солодчу, в Рязань и последние годы жизни провел здесь в усадьбе. Именно в это время как раз он стал на территории нашей усадьбы и стал таким могущественным не только в смысле усадебным, но и украшением всей Солодчи. Дом музея художника открыли в 1992 году в качестве отдела Рязанского государственного областного художественного музея в дни празднования 155-летия со дня его рождения. Дом был возведен в Солодче в 1880 году по личному проекту художника. После возвращения в 1894 году из Петербурга в Рязань на постоянное место жительства Иван Петрович много времени проводил в Солодче. Здесь созданы многие его гравюры. Позже, в советское время, здесь работали известные писатели Константин Паустовский, Аркадий Гайдар, Рувим Фраерман. И, несомненно, все они видели этот могучий дуб, хранящий память о многих исторических событиях. 25 октября 2019 года произошла торжественная такая презентация нашего дуба. И нашей области, Рязанской области, был вручен сертификат о том, что дуб чересчатый на территории усадьбы Ивана Петровича Пожалуйста, внесен, уже охраняется государством, и в национальном реестре будет стоять как памятник живой природы. Голосование за звание главного дерева страны проводится на сайте проекта русдерево.ру до 1 августа 2023 года. В списке дуб Пожалуйста назначится под номером 52. На данный момент у него немногим более полутора тысяч голосов, пока это 19-й результат. На данный момент руководство субъекта Российской Федерации, на территории которого произрастает набравшее наибольшее число голосов растения, вручат диплом, а также сертификат на обследование победителей и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Напомним, по итогам конкурса в 2022 году наибольшее число голосов получила ель, растущая на территории Литературно-музыкального музея дачи Шаляпина в Кисловодске в Ставропольском крае. Профессия спасателя – ежедневный риск. Когда человек находится на грани жизни и смерти, «Вера» – то, что помогает и поддерживает в самых критических ситуациях. Поэтому для сотрудников МЧС «Вера» – не пустое слово. В преддверии пожароопасного периода Главное управление МЧС России по Рязанской области посетил митрополит Марк. Он провел праздничный молебен и пожелал всему личному составу успехов в нелегком труде по борьбе с пожарами. Наступление сухого жаркого периода всегда старт особого режима работы для сотрудников МЧС. Еще свежи в памяти события прошлого лета – пожары, на тушение которых были брошены силой не только нашей области. Повторения не хочет никто. В преддверии пожароопасного периода на одном из мероприятий с Владыкой я попросил очень его, чтобы он прощел молебен, поскольку он никогда на нашей территории не был. Для личного состава это очень значимо. Далеко ходить не будем. Прошлый год, когда у нас были страшные пожары лесные, и личный состав, и я в том числе. Мы посещали храм и, как говорится, читали молитву, чтобы с ней пошел нам дождь в помощь при тушении пожаров. На протяжении вот уже 18 лет митрополия сотрудничает с главным управлением МЧС. Молебны в часовне, встречи со священниками – важная часть жизни спасателей. На войне неверующих нет. В частности, сами сотрудники МЧС, когда борются с огнем, они попадают в такие достаточно сложные ситуации. И поэтому я думаю, что многие вспоминают и молитву, многие молятся Богу. За всех не могу, конечно, сказать, но в критической ситуации всегда человек, как мы говорим, кричит «Мама» или «Господи помилуй». Митрополит Марк обратился к личному составу, пожелал успехов грядущее лето и порекомендовал особую молитву, которая поддержит в трудную минуту каждого, чей труд связан с опасностью. Новые автобусы, которые поступят в область, направим в микрорайон Дашково-Песочнее. Кроме того, специально для него изменим маршрутную сеть. Об этом заявил на правительстве Павел Молков. Такой вывод губернатор сделал после поездки по Рязани. Кроме того, на первые вопросы жителей отвечал новый исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов. Плохие дороги и отсутствие развязок – главные неприятности микрорайона Дашково-Песочнее. Поездка выходного дня выявила, в общем-то, застарелые проблемы. Целые районы внутри Песочней, по словам Павла Молкова, построены вообще без проектирования дорожной сети. Мы там видели, что в час пик люди вообще не могут из двора даже толком выехать. По 30-40 минут стоят. И основной выезд из всего микрорайона – тоже вот такое узкое место, которое нужно расширять, какие-то там предложения формировать дополнительные. Очень сложный вопрос. Простого решения волшебного у него нет. Тут нужен системный подход к развитию всей дорожной сети в районе. И эту работу сейчас запускаем. Одновременно тоже проговорили, нужно развивать общественный транспорт. Обязательно приняли решение, что именно в Дашково-Песочнее в первую очередь направим новые автобусы, которые в ближайшее время поступят в области. И маршруты тоже будем развивать, пересматривать. Появились новости и по свалке в Турлатово. Как заявил губернатор, следственный комитет уголовное дело в отношении собственника уже направил в суд. Ответить придется строго по закону. Следствие установило злостное нарушение. Сегодня собрана доказательная база, дело передано в суд. Я благодарю коллег и Следственного комитета за эту работу. Дальше будем двигаться все вместе и с правоохранительными органами, и с федеральными ведомствами. Процесс этот непростой, но отступать здесь категорически нельзя. Ремонт Нижнего городского сада начнут уже в этом году. 160 миллионов федеральных средств уже ждут совсем скоро. Область добавит еще. Основные цифры капитального обустройства озвучил новый мэр Виталий Артемов. Это будет двухлетний контракт, но еще на следующий год, то, что вы говорили, это от летнего дворянского собрания, амфитеатра и туда выше. То есть, в принципе, на сегодняшний день, в соответствии с вашим поручением, на ремонт или благоустройство этого парка запланировано на первый этап 207 миллионов, на второй этап 175 миллионов. Значит, у нас вообще в Рязани в этом году еще 4 территории приведут в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это пешеходная зона Малой шоссе, Черезовские пруды, о которых уже говорил сейчас, лесопарк, тоже работы уже идут, и парк имени Гагарина. Все эти территории были выбраны по итогам рейтингового голосования. Выбор здесь сделали сами жители. В целом у нас в 18 муниципалитетах области будет благоустроено 25 общественных территорий. Это только по федеральной программе. И, конечно, главный вопрос, который волнует сегодня рязанцев, когда и насколько перекроет Первомайский проспект. Пробки, дескать, в том районе уже сейчас. Сделали выведенную полосу для общественного транспорта. Не только это общественный транспорт, ОРТ, но и коммерческий транспорт. С 9 по 12 июля, это первый этап, мы закрываем движение, где будет выведена полоса, я еще раз говорю, для общественного транспорта. По этому участку вокзального Типанова мы откроем движение 12 июля. Но дальше нам предстоит второй этап, чтобы полностью нам Первомайку не перекрывать. Это с 17 июля по 16 августа у нас там будет перекрыто Каширина, пожалуйста. Ремонт полуторакилометрового участка теплотрассы, конечно, для города важнее. Двухмесячного неудобства для автолюбителей это нужно принять как факт. Впрочем, Павел Молков заранее извинился за это перед рязанцами. Надо будет просто потерпеть. Рязанские следователи прокомментировали слова губернатора Павла Молкова о том, что уголовное дело по нарушениям на свалке в Турлатово направлено в суд. Доказательства, как считают сыщики, собраны железобетонные. Называть это место в Турлатово полигоном изначально неправильно, говорят следователи. Вообще, здесь раньше располагались гидротехнические сооружения завода «Химволокно». Уже после ликвидации завода все, в том числе и водоохранные сооружения, перешли в частные руки. И в дальнейшем, в период фактически с 2008 года по 2022 год данные сооружения используются как полигоны для накопления различных видов отхода. Не именно для чего они создавались, а именно как полигоны. То есть превратились фактически в свалку. По информации СМИ, с 2006 года собственник этой свалки сменился больше 15 раз. В 2019-м на место выезжала Рязанская межрайонно-природоохранная прокуратура. На территории свалки сотрудники ведомства зафиксировали наличие твердых коммунальных отходов третьего и четвертого класса опасности. Тогда же вынесли постановление о возбуждении производства за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. А уже в августе 2019-го на территории случился пожар. И горело тут, по сообщениям СМИ, аж две с половиной недели. Спустя год, 10 июня, вступило в силу решение Московского районного суда города Рязани, которое запрещало деятельность одной из организаций. Плюс предстояло освободить территорию шлама накопителя площадью больше 10,5 тысяч квадратных метров в районе Турлатова. Руководители данной организации данные решения игнорировали, не выполняли. Кроме того, они переоформили данное сооружение, заключали фиктивные сделки, и якобы продавая это отходы, фиктивная фирма в Москве незаконно учредили юридическое лицо, который, ну, собственник там за денежное вознаграждение фактически не знал, что происходит. Соответственно, фиктивные договора были составлены, якобы эти отходы были проданы. Следователи говорят, что всю свою ответственность по выполнению решения суда собственник фактически перенес на фиктивные организации. В процессе расследования все эти факты были установлены. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководители предприятия обвиняют в злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Максимальное наказание по статье до двух лет лишения свободы. На саму же территорию шлама накопителя наложен арест. Деятельность на полигоне запрещена. Также там посменно дежурит наряд полиции во избежание неприятных инцидентов. Точку в еще одной резонансной истории с закрытием мусорного полигона у местечка Зеленина Рыбновского района должны поставить после получения результатов экологической экспертизы. По закону на нее нужно 120 дней. По истечении этого срока свалку решено рекультивировать. Эти кадры сняла наша съемочная группа в далеком 21-м. Тогда в Зеленина машины ловили в патруле с местными жителями. Они утверждали, что мусор на полигон везут не областной, а иногородний. В доказательство номера у машин. Цифра 33. Владимирская область. Директор полигона тогда сказал, что автомобиль-то Рязанский. Просто фирма машину купила, а переоформить не успела. Водители же проговорились об обратном. Вот идите сами и берите. Я не пойду туда. Я сейчас в дежурку позвоню, вас арестуют. Да, это, как, короче, там, из-под Москвы, фирма там, это. Ну, из-под Москвы. Я же говорю, вон еще одна машина. С Южнопортовой улицы привозите? Нет. Откуда? Еще там, как она, на Рязанке. Несколько лет разбирательств, проверок и, как итог, депутатское обращение. В межрайонной природоохранной прокуратуры оно на особом контроле. В декабре прошлого года ведомство провело проверку. В настоящий момент завоз отходов на объект прекращен. Юридическое лицо и его должностное лицо, ранее эксплуатирующие полигон, приличены к административной ответственности за нарушение требований природоохранного и санитарно-экологического законодательства. По материалам природоохранной прокуратуры, следственным комитетом расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным в статье 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также прокурор обратился в суд с требованиями запретить администрации Рыбновского муниципального района и ООО «Экологическая коммунальная организация» дальнейшую эксплуатацию полигона. Плюс по иску этот земельный участок нужно также рекультивировать. В настоящее время проводится судебная экспертиза. Премьера нового циркового шоу от продюсерского центра Гии Эрадзе совместно с Росгосцирком «Пять континентов» в Рязани с 10 июня. Красочные костюмы, удивительные животные, световое и музыкальное шоу ждет горожан до 16 июля в цирке. Шоу «Пять континентов» – беспрецедентный проект. Незабываемое зрелище, в котором представлены все цирковые жанры. Рязанскому зрителю уже знакомо творчество короля Манеж. И сейчас продюсерский центр Гии Эрадзе совместно с компанией Росгосцирк представляют абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Конва спектакля – это путешествие по пяти континентам. На одном манеже Гии Эрадзе удалось собрать все части великих цивилизаций мира. Подробнее о том, что же привез Гии Эрадзе и Росгосцирк в Рязань, рассказали на пресс-конференции ведущие артисты проекта. Как начинаются репетиции, мы приходим на манеж с маленькими медведями и просто с ними играем, как с детьми на детской площадке. И подмечая их способности, кто-то кулакнулся, кто-то прыгнул, кто-то еще что-то, мы развиваем эти способности с помощью поощрений. Это сладости, медведи, большие сладкоежки, и название, в принципе, произошло. Это ведает мед, медведь. И за мед, за сгущенку, за сладости, за печенье они готовы еще два часа там плясать. Их порой еще с манежа не уведешь, потому что потенциал трюков огромный. И если мы, допустим, сделаем когда-нибудь именно медвежье шоу, ну, я думаю, часа на три получится. Медведи, конечно, любимцы публики. В шоу «Пять континентов» зрители познакомятся с невероятным количеством животных. Лошади различных мастей, канадские бизоны, величественные верблюды, матерые медведи, черные пантеры, большие тигры и грациозные леопарды. Меня очень часто спрашивают, как вы вообще, Наталья, выбрали эту профессию. Я очень часто на это отвечаю. Это не я выбрала профессию, а профессия выбрала меня. Это моя жизнь. Наши репетиции проходят каждый день по два раза в день. Вот сейчас, в данный момент, открою вам небольшую такую тайну, что ко мне в этот город, именно в Рязань, 28 мая прибыли маленькие-маленькие подопечные тигрята из Ялты. Очень часто спрашивают, как вы их называете. Мы их назвали Крым и Ялта. Рязанской публике представят невероятные трюки воздушных гимнастов в постановке настоящего подводного мира. Вода и воздух на манеже цирка сплетутся воедино. Акробаты на дорожке покажут настоящий парад стран, демонстрируя единство и празднуя равенство. В образе невесты утонченная эквилибристка на зеркальном шаре продемонстрирует чарующее владение обручами. А пара силовых акробатов с немыслимыми трюками заставят сердца замереть. Коллектив является рекордсменом по количеству наград у артистов. Создатель шоу «Пять континентов» заслуженный артист России Гия Эрадзе. Обладатель множества высших наград, как российских, европейских, так и мировых цирковых фестивалей и конкурсов. Обладатель самой престижной цирковой награды мира – «Золотого клоуна». Обладает заветной статуэткой и Рустам Газаев, который в программе представит аттракцион с бизонами. Любить, жить с ними. Я взял Оскар, который самый большой сейчас, который под тонну весит. Он был месячный. Я его с машины вот так на руках достал и жил с ними. Я жил с ними где-то 8 или 10 месяцев, я уже не помню. Соской его кормил. У нас время ограничено, час на репетиции. С утра приходишь, здороваешься с ними и уже все. По глазам видишь то, что они не в духе. Все, репетиция отменяется. Есть вот такие мелочи, когда нельзя, вот, тонкая грань, нельзя перейти эту границу. Конечно, артисты Росгосцирка раскрывать всех тайн не стали, приоткрыв лишь краешек завесы в мир волшебного путешествия по пяти континентам. Премьера состоится уже в ближайшую субботу, продлятся гастроли только до 16 июля. Поэтому позаботиться о билетах на уникальное представление стоит уже сейчас. 17-18 июня в Рязани пройдет ежегодный фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств РЗН-фест, организуемый Федерацией силового экстрима Рязанской области. Мероприятие состоится под открытым небом на берегу Барковского карьера и станет настоящим праздником спорта и здоровья для всей семьи. Будут турниры, мировые знаменитости, развлечения и много интересного. Фестиваль, который уже стал культовым и известным на всю страну – РЗН-фест. Настоящий праздник спорта и здорового образа жизни, который раз в год собирает в одном месте любителей и профессионалов силового экстрима, пауэрлифтинга и единоборств. Настоящих богатырей нашей эпохи. Итак, в этом году зрителей ждет немало интересного. Это турнир «Мандарин» по пауэрлифтингу «Вселенная силы» с призовым фондом. И в рамках него всемирная заруба «Человек-муравей». Турнир по борьбе. Четыре весовых категории бойцов. Турнир по силовому экстриму. Две весовые до 105 и выше. Ну и, конечно, интриги и сюрпризы, о которых организаторы пока хранят тайну. Среди гостей и участников соревнований – рекордсмены страны и чемпионы. Увидеть своими глазами подобное шоу в буквальном смысле – уникальная возможность. Место проведения фестиваля находится в живописном уголке города, неподалеку от Барковского карьера. Доехать можно на общественном транспорте, поле фестиваля в шаговой доступности от остановки. Либо на личном транспорте. Вбивайте в навигаторе «Третий район, дом 43, Борки». А дальше таблички-указатели помогут найти вход на территорию. Немножко покажу само место проведения. Вон там у нас огромная-огромная стоянка будет организована. Вот это зона для силового экстрима. И как раз их оборудование лежит. Огромные колеса от К-700. Вон там у нас… Ну, сейчас идут работы и так далее. Но вообще у нас вон там организована будет зона пляжа. Здесь от взвешивания для спортсменов. Это зона, еще дотянется баннер, это зона пауэрлифтинга, зона борьбы. Следующая у нас зона развлечений для… ну и награждения. Предусмотрели организаторы вкусную еду и интересную анимацию для детей разных возрастов. Будут навесы от дождя и яркого солнца, лежаки и даже пляж. Искупаться можно будет прямо во время фестиваля. Заход в воду облагородили, привезли песок и разровняли берег. Кстати, впоследствии всю эту территорию организаторы планируют благоустроить таким образом, чтобы у рязанцев появилась возможность отдыхать здесь не только во время проведения фестиваля. Подготовка идет полным ходом. Развешиваем баннеры, подводим электричество, натягиваем шатры, делаем завесы от дождя. Ждем привет спортсменов и зрителей. Конечно, энтузиазм организаторов и создателей фестиваля задает общий вектор развития этого события. Как показывают прошлые годы, праздник получается грандиозным. Однако без спонсоров реализовать подобные масштабы было бы сложно. Главными спонсорами фестиваля в этом году стали компания «Мандарин» и ГСМ «Русский медведь». Интересные призы, яркие выступления, море эмоций. На фестивале каждый найдет, чем заняться и на что посмотреть. 17-18 июня в Рязани ежегодный мультиспортивный фестиваль для всей семьи. РЗН-фест. Не пропустите. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова